С нами на связи Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Я также вас приветствую. Владимир Юрьевич, рады видеть, но если в целом мы говорим о ситуации вокруг экономики, вокруг финансов, которые мы можем описать, да, или вписать в состояние, нынешнее состояние такого монополица российского, как Газпром, да, то вот из чего нам исходить, да, вот каковы перспективы, да, вот этого такого ранее глобального игрока на всемирном рынке? Что мы сейчас получаем с учетом вот этих перспектив и с учетом санкционного давления, которое так или иначе воздействует на экономику Российской Федерации, в частности, на нефтегазовую сферу? Ну, в данном случае вопрос касается именно сферы газовой. Ну, понятно, что в связи с потерей европейского рынка, самого ликвидного для Газпрома, который составлял для него где-то 150-160 миллиардов кубических метров газа ежегодно, а сейчас упал до 22-23 миллиардов кубических метров. Безусловно, перспективы у Газпрома, прямо скажем, нерадужные. Ну, и об этом говорят же финансовые показатели. Уменьшение прибыльности, сокращение капитализации компании. Вы помните, еще не так давно Миллер заявлял, что капитализация Газпрома может достигнуть капитализации Apple и других голубых фишек. Ну, тенденция, видим, абсолютно есть противоположная. Сейчас акции Газпрома падают постоянно в цене, они становятся никому неинтересны, акционеры хотят сбросить эти акции, но они, в принципе, никому не нужны. Вот это результат политики российского правительства, вообще Кремля, по отношению к Газпрому. Надо понимать же, что Газпром никогда не был чистой экономической структурой. Это был политический инструмент в руках Кремля для того, чтобы оказывать определенное влияние политическое на европейские, в том числе, страны. Еще мы помним во времена Шмидта и Бранта, это канцлеры Федеративной Республики Германии, когда начали строиться эти газопроводы, была такая, так называемая, концепция Брежнева-Громыка, когда, в принципе, никто не рассчитывал на какую-то большую прибыль насчет газа, а главная идея заключалась в том, чтобы поставлять газ в Западную Европу и привязать зависимость Западной Европы от Советского Союза, таким образом уменьшить их зависимость от Соединенных Штатов. То есть это такая была глобальная игра Советского Союза, она продолжилась, когда уже образовалась Российская Федерация. Мы видим, что эта политика закончилась крахом, потому что рынок европейский потерянный, с одной стороны, украинский рынок тоже полностью потерянный, никого не заморозили. В принципе, произошло нормальное такое спокойное замещение российского газа за счет, в первую очередь, СПГ, то есть сжиженного природного газа с Соединенных Штатов Америки, с Норвегии, с Катара, с других стран Персидского залива. И, кроме того, Европейский Союз сейчас очень мощно развивает свои возобновляемые источники энергии, сокращает энергопотребление. В технологии внедряет энергосбережение. И поэтому Газпром от своей политики ничего не выиграл, только проиграл. То есть это еще раз подчеркивает, насколько опасно, когда для компании, любой компании, быть инструментом в руках политики. И, в конце концов, это для бизнеса оканчивается очень печально. И Газпром этому является очень такой хорошим примером. Что я хочу с вами обсудить. Европейский Союз предоставит странам-членам право прекратить импорт газа из России и Беларуси, и это позволит не оплатить Москве компенсации по контрактам. Пишет об этом Financial Times. Брюссель предложил уже точнее проект, согласно которому государства, члены Европейского Союза могут блокировать компании из России и Беларуси в получении мощностей на своих газопроводах и терминалах жиженного природного газа. Это предложение может предоставить энергетическим компаниям в самом Европейском Союзе основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации. И вот мы знаем, насколько в Европейском Союзе достаточно так дотошно следуют правовым обязательствам. Скажите, как же все-таки такая инициатива получила право на жизнь? Ну, действительно, с одной стороны, мы наблюдаем картину, когда теряет практически на 85% потерял Газпром свой рынок. Это в основном трубопроводный газ. А с другой стороны, для объективности картины, надо сказать, что компания «Новотек», которая специализируется на сжиженном природном газе и поставляет его с «Ямала», с проекта «СПГ», «Ямал-СПГ-1», сейчас строится «Ямал-СПГ-2», то эта компания «Новотек» российская, она процветает. Наоборот, во время войны она начала процветать и увеличила свои поставки в Европейский Союз более чем на 20%. В первую очередь, это касается таких стран, как Бельгия, Испания, Франция и некоторых других. Поэтому Европейский Союз задумался, что с этим делать и как с этим бороться. И поэтому проблема сжиженного газа с Россией будет пытаться решаться Европейским Союзом. Но мы пока не можем сказать четко, насколько действия Европейского Союза будут в этом направлении решительны. И сегодня мы видим только планы. С моей точки зрения, это достаточно сложный вопрос. И на сегодня многие европейские страны не готовы отказаться от сжиженного природного газа России. Владимир Юрьевич, а стоит ли рассчитывать Российской Федерации на дальнейшее развитие газовых историй, газовых взаимоотношений с Китайской Народной Республикой? С учетом того, что определенное время делали ставку на разные силы Сибири, но в то же время возникает вопрос, насколько обоснованы подобные планы или же радужные ожидания для Газпрома или в целом для газовой отрасли Российской Федерации. И в целом нужен ли Китае этот ресурс? Именно российский. Вы знаете, для России это абсолютно стратегический проект «Сила Сибири-2», потому что они уже построили «Силу Сибири-1». На самом деле «Сила Сибири-2» не имеет особого смысла, поскольку она отделена от европейской системы газопроводов. Почему России нужна именно «Сила Сибири-2»? Не потому даже, чтобы заместить европейский рынок, а для того, чтобы связать полностью систему газопроводов европейской части и восточной части Сибири, чтобы получилась такая замкнутая единая газотранспортная система, в результате которой Россия будет пытаться играть в геополитические игры. То есть, если надо, она будет поставлять газ в Европейский Союз, если что-то там будет не складываться, в Китай. Вот в этом была задумана основная идея. Но она провалилась, эта идея, поскольку Китай сейчас отказался участвовать в проекте «Сила Сибири-2» и сказал, если вы хотите, пожалуйста, стройте сами за свои деньги. Этот газопровод — это десятки миллиардов долларов, это больше десяти лет. И строить Россия должна не только по территории своей страны, а также по территории Монголии, по территории Китая. А потом, даже если они построят, то Китай, китайский рынок для России будет полностью монополизированным самим же Китаем, и Китай будет диктовать все условия. В отличие от европейского рынка, когда условия бы диктовал «Газпром», поскольку было много стран, заинтересованных в российском газе, то в Китае такого интереса нет. У них есть и свой газ, у них есть и диверсификация потоков с того же Туркменистана и Казахстана, СПГ. И поэтому они будут диктовать условия России и цены, и условия поставки. Поэтому Россия окажется в полной зависимости от китайской политики. Какое же будущее это все пророчит для «Газпрома», потому что мы помним, как задолго до 2014-го, да и до полномасштабной войны, как воспринимался «Газпром» в принципе в мире, как нечто такое достаточно масштабное, весомое и влиятельное. Что же дальше, какое будущее сулит в принципе «Газпрому» вот такая ситуация и с европейским рынком, да и в принципе с тем, что теперь все-таки в России вынуждены слушать условия своих партнеров, не могу сказать, ну тех, кто готов еще получить некоторую выгоду от России? Ну, вы знаете, когда «Газпром» имел колоссальное влияние на европейский рынок, то действительно с ним все считались. И это была достаточно мощная компания, авторитетная для европейских потребителей, для европейской политики. Вы прекрасно знаете это. Но там была задействована так называемая система отката проводов, то есть коррупционные схемы, когда покупались европейские политики, значит, журналисты и так дальше. И таким образом продвигалась не только газовая составляющая «Газпрома», но и политическая. Мы это прекрасно понимаем. С Китаем же так не выйдет. Почему? Потому что китайскому руководству взятки не раздашь, и наоборот, само китайское руководство в состоянии справиться с Россией и выдавить с нее все по максимуму. Поэтому вот это изменение вектора с европейской части на китайскую и производит до того, что «Газпром» потерял свое влияние и практически окажется полностью под влиянием Китая, под влиянием, желанием китайского руководства. И будет такой компанией второго-третьего сорта, в отличие от той компании, которой был «Газпром», когда контролировал европейский рынок поставок экспорта российского газа. Владимир Юрьевич, далее хотел бы с вами знать и не о газе, а о нефти поговорить, поскольку мы имеем разные данные по поводу того, что Россия и в дальнейшем продолжает зарабатывать на этом ресурсе. Да и мы понимаем, что здесь история немного отличается от той, что мы сейчас наблюдаем именно в газовой сфере. Имеется в виду взаимоотношения, поставки, новые проекты, трубопроводы, о чем мы с вами также говорили с участием Китая и других партнеров Российской Федерации. Какова ситуация сейчас? Складывается на нефтяном рынке и с учетом, давайте так, вспомним визиты Путина в Америку и в Саудовскую Аравию, где проводились переговоры, потому что ряд экспертов сейчас отмечают, что Путин чуть ли не на ковер приезжал извиняться по поводу того, что же Российская Федерация делает в рамках таких взаимосвязей, как я понимаю, ОПЕК+. Как вы на это смотрите и зачем Путин туда приезжал? Ну, действительно, Российская нефть, по большому счету, с коммерческой стороны, она намного более важна, чем природный газ, поскольку российский бюджет зарабатывал на российской нефти где-то в 2,5-3 раза больше, нежели на газе. Газ это был более политический товар, а это нефть является коммерческим товаром, который просто приносил и приносит огромные дивиденды российскому бизнесу, российскому бюджету. По сути, Россия держится на поставках нефти. Ну, действительно, мы знаем, что Россия входит в организацию ОПЕК+. Эта организация имеет на мировом рынке долю более 40%, влияет на мировые цены. Но Россия иногда пытается как-то брать обязательства по сокращению добычи, но часто эти обязательства не выполняет, и иногда это раздражает Саудовскую Аравию, других членов ОПЕК, наверное, об этом тоже в том числе и шел разговор. Ну, в то же время надо отметить ради объективности, что России удалось все-таки наладить обход санкций. Последние полгода, если в начале первые 2-3 месяца после введения санкций в феврале этого года бюджет и доходы нефтяных компаний упали где-то на 47-48%, то сейчас можно сказать, что доходы эти восстановились практически до довоенного уровня. И поэтому тут как бы G7 должны как-то усилить свои санкционные меры, то есть мониторим за прохождением российской нефти для того, чтобы эти санкции не столько расширялись, сколько исполнялись. И вот есть такая информация Украинского института Черноморских стратегий, которая говорит о том, что они отслеживают прохождение всех танкеров с России. Вот недавно, интересно, они такую информацию передали, когда российский танкер и шел с порта Новороссийский, куда вы думаете? Этот танкер пришел в Соединенные Штаты Америки на базу, на самую большую американскую военную базу, Норфол, и поставил туда нефтепродукты. И поставлял эти нефтепродукты с порта Новороссийск, немецкое судно. Вот, так сказать, это явная ситуация, когда, в принципе, санкции могут обходиться. Так вот, действительно, хотелось бы сказать, что санкции – это ведь не последнее слово. Мониторинг, он также добавляет эффективности тем самым санкциям. И как вы считаете, для эффективного мониторинга чего не хватает? Времени еще не хватило для того, чтобы наладить эту систему? Либо определенные законодательные базы, либо инициативы, на ваш взгляд? Ну, с моей точки зрения, не хватает менеджмента, во-первых. Ну, и во-вторых, желания, потому что никто не ставит задачу среди стран НАТО, среди стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, чтобы российская экономика рухнула. То есть, эта задача не ставится. То есть, задача ставится каким-то образом повлиять на Россию, для того, чтобы она прекратила военные действия в Украине. Но мы видим, что эта задача не выполняется. Поэтому, как бы, ЖСЕМ и инициаторы данных санкций, они понимают, что через санкции не удастся заставить Россию идти с Украины, закончить эту войну. Ну, и, с одной стороны, с другой стороны, нету такой задачи уничтожить российскую экономику. Просто проводится политика, которую мы видим, ну, достаточно комфортная для российских производителей и экспортеров нефть. И, да, с одной стороны, определенные трудности есть для России, а с другой стороны, они научились обходить эти трудности. И пока что я не вижу каких-то таких особенно решительных мер и возможностей и желания полностью избавить Россию от нефтяных и газовых доходов. Да, сейчас Европейский Союз планирует определенное увеличение санкций на сжиженный природный газ, также на усиление мониторинга через прохождение суден, через датские проливы. Ну, непонятно, насколько эти планы будут реализованы. Спасибо вам, Владимир Юрьевич, за этот анализ в эфире телеканала «Фридом». Благодарим за то, что присоединились с Владимиром Мельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.